МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 90-е Пенна выступил в защиту Алины Витухновской, когда она была обвинена в хранении наркотиков и провела в заключении в общей сложности полтора года. Я чувствую себя в этической очень неприятной ситуации. Мне не только помогали известные писатели, чьи взгляды сейчас совершенно не соответствуют моим, то есть они такие криминошистские и патриотические в плохом смысле слова, но мне помогали просто люди, которые там работают, и вступать в открытый конфликт по этой ситуации. Мне бы не хотелось, но все вокруг вынуждает нас к тому, чтобы мы выразили свою позицию. Я не вижу смысла выходить из фан-клуба, потому что мне кажется, что это очень символичная, симптоматичная ситуация, что вот к нуле, к сожалению, самое слабое место. Интеллигентская, писательская среда как бы не хотели отдельные люди иметь какие-то статусы интеллектуалов и писателей, но эта среда стремительно теряет свою статусность, особенно среда, скованная именно служением государству. К сожалению, фан-клуб избрал вот эту крыминошистскую позицию. К сожалению, были туда приняты люди, которые открыто поддерживают военные преступления, как кто, например, из относительно известных Сергей Шаргунов. Я считаю, что это совершенно неправильно, но я не думаю, что из организации надо выходить, потому что то, что все так плохо, как раз свидетельствует о том, что ситуация изменится в лучшую сторону. Вы же видите, как все вот разлетается прямо на глазах, что стоит копнуть, и оказывается, что все не так благостно, как казалось на самом деле. И что когда известные люди выходят из фан-клуба, мы видим то, что было всегда и есть, и будет на самом деле, что отдельные личности диктуют истории и политики куда больше правил, чем все объединения на свете. Но одно но. Если фан-клуб может играть правозащитную роль, а он может и будет ее играть, если ситуация станет более, скажем так, демократической в стране, я уверена, что она такой и станет, то нет смысла разваливать организацию. Да, но выразить свою позицию, конечно, необходимо. У вас есть какой-то альтернативный план? Ну вот не выходить, а что делать? На самом деле, прежде чем выходить из фан-клуба, нужно иметь альтернативный план, если ты действуешь в рамках политики и правозащиты. Помимо того, что я писатель и пишу, и так далее, я все-таки заявила себя и на политическом поприще. В качестве политического инструмента любой ресурс и любая организация имеют некое значение. Упускать это из виду ради принципов, хотя это могут быть не принципы, а просто истерические реакции, я не считаю правильным, но это относится лично ко мне. То есть у всех людей разная позиция, разные цели, разные целеполагания. И кого-то здесь осуждать или поддерживать, я не считаю нормальным и правильным. Другое дело, что я вижу, что тут еще такой диктат геронтократии, все же в фан-клубе осталось очень мало молодых людей, а те молодые люди, что приняты, были мной упомянуты, но это люди совершенно несовременной и такой деструктивной, цивилизационно-деструктивной позиции, прогосударственные позиции. Я считаю, что надо сохранить все же организацию и принимать в нее людей более, скажем так, адекватных. Другое дело, что при такой пассивной позиции фан-клуба и его руководства, пассивной и приспособленческой, конечно же, отчасти, они рискуют потерять имя. Но это не будет имя отдельных людей, это будет имя на организации. Я вижу очень много таких неосоветских тенденций. Я вижу в их поведении очень много именно советской усвоенной генетической запуганности. Я вижу очень много самоцензурирования. Даже если идет какое-то давление извне, скажем так, лубянское давление, я не думаю, что оно настолько сильно, потому что, если честно, то и пан-клуб не представляет такой уж прямо радикально особой силы. Международный, да, представляет. А российский нет. Не потому что пан-клуб плохой, а потому что сама Россия вышла за пределы легальности и легитимности, потому что ее не очень воспринимают всерьез. И то, что происходит здесь, это нам кажется значимым. А на самом деле это довольно, к сожалению, периферийное явление. Вы говорите о том, что пан-клуб должен заниматься правозащитной деятельностью. Если пан-клуб ничего не делает в этом направлении, то, может быть, надо организовать что-то новое? Когда вы говорите, что это в значительной степени такая советская теперь структура, соответственно, в рамках ее уже выступать невозможно в защиту прав, кого бы то ни было. Если это станет действительно невозможно, если это станет действительно для меня очевидно, то я, да, с вами соглашусь. Но сейчас для меня это не очевидно. Сейчас для меня очевидно, что голосом пан-клуба являются именно вот такие советские геронтократы. Но я уверена, что эту ситуацию можно изменить. Вот я не разбираюсь в бюрократических вопросах. Я не знаю, как можно зарегистрировать новый пан-клуб, альтернативный пан-клуб. Возможно ли это вообще? Эти люди, что вышли, я полагаю, что большинство из них тоже не знают. Чтобы писать правозащитные письма, конечно, совершенно необязательно быть пан-клубом. И, конечно, совершенно необязательно письмо отдельного известного лица, скажем так, Нобелевского лауреата, оно будет куда более значимым, чем письмо целой организации. Но я повторяю, что я не вижу смысла в том, чтобы терять некий ресурс. И еще раз повторю, что я нахожусь в ситуации, в отличие от многих, морально и этически весьма двойственной. Я помню, каким был пан-клуб в 90-е годы. Я понимаю, что он выжил благодаря усилиям Александра Скаченко и проявил себя как демократическая и либеральная организация. Они действительно помогали людям и спасали их. Мой процесс тому пример. И люди потратили на это время жизни. И они не боялись, как сейчас говорят, что на них кто-то влияет и откуда-то звонят. Я уже писала в своем заявлении, что при моем процессе точно так же приходили к ним люди с ФСК, ФСБ, они тогда переформировались, как мы говорим, ФСК, точно так же угрожали. Точно так же угрожали закрытием и объемом помещения. То есть сказать, что ситуация радикально изменилась, нельзя. И если я ничего не путаю, по-моему, это так. Но сам Евгений Попов говорит, что якобы мы живем не при тоталитаризме. Я согласна, это такой сок тоталитаризм в ламурный авторитаризм, когда репрессии касаются отдельных лиц. Именно этих отдельных лиц мы могли бы спасти. И нам это, ну, я так считаю, что нам это ничем не угрожает. Я не считаю, уверенно, что ни одного члена фэн-клуба, особенно пожилого возраста, никто не придет ни обыскивать, ни арестовывать. Это такие страхи, репрессивные страхи. Астагольский синдром, так это называется, да, но мне кажется, что это не очень адекватно и не очень эффективно. Вот вы говорите о том, что роль интеллектуалов, назовем это прежним словом интеллигенция, ее роль стремительно сокращается в современной России. У вас есть объяснение этому? Есть, конечно. Становится очень много информации, и каждый человек, который может потреблять ее сам, ему не нужно для этого какого-то гуру, какого-то героя, так как это было во времена, когда в России и в Советском Союзе было мало информации, был сам издат и так далее, и во всем мире, в общем-то, было меньше информации. И, в принципе, это такая глобальная ситуация. Я бы не ставила равенство между интеллигентом и интеллектуалом. Интеллигенты есть только у нас, и это действительно умирающий вид. Это довольно репрессивно-регрессивная прослойка за исключением редким. И мы сейчас как раз это и наблюдаем. Интеллектуал думает вперед. Интеллигент большей частью приспосабливается к ситуации или становится диссидентом. Но диссидент не приспосабливается к ситуации и не думает вперед. Он действительно действует как бы вот в этот момент. Ну, мы имеем дело с таким, как сказать, устаревшим конструктом, и мы сейчас видим, как он сыпется. Имеет значение отдельное действие, отдельные имена, отдельное заявление. И человек, который себя вставляет на приоре в какую-то структуру, как ни странно, становясь в эту структуру, он становится более слабым, а не более сильным. Опять, здесь есть некое противоречие, есть некие исключения, и меня можно поймать на этом противоречии. Я критикую пэн-клуб, но я считаю, что пэн-клуб может быть механизмом. Да, может, как всякая общественная организация, может, может, но не хочет. Вот сейчас не хочет, но не значит, что не захочет потом. Нынешняя российская власть интересует вообще литераторы, мнение литераторов? Они работают с этим? Мы хорошо знаем, как советская власть работала с писателями и вообще с любыми творческими людьми, но сейчас есть какой-то интерес со стороны власти? Зачем-то нужны ей литераторы? Большей частью, конечно, нет, потому что у нас есть одна идеология, одна цель, все остальное такие прикрытия, это называется раз. Власть интересует власть, и деньги, да, это так просто, что даже стыдно об этом говорить. Другое дело, что у власти нет своего креатива, поэтому они пользуются каким-нибудь Дугином и так далее, не потому, что это такие великие люди, а потому, что они сами не могут и не хотят ничего придумать. Вот держатся все так, как держатся, да, на соплях, и пусть держатся. Пока все держатся на соплях и нет никакой угрозы, всегда будет нужда всех, кто может напитать кровью эту конструкцию, кто может дать ей геологию, кто может дать ей эстетику, это, да, конечно, условно говоря, интеллектуал и интеллигенция. и, естественно, в первую очередь пользуются спросом патриотически настроенные люди. Но все, кто пытаются угодить властью, как сейчас делают многие стареющие писатели, навязчиво, то есть, вот их никто не спрашивает, они говорят, Крым наш. Их никто не спрашивает, они говорят, что они такие дикие патриоты России, какие-то пишут там гадости про Америку и Европу, что, на мой взгляд, не позиция, а просто проявление такой дикости, неадекватности, трусости, не знаю, то есть, к настоящему патриотизму, конечно, это не имеет никакого отношения, то есть, вот эти люди не понимают того, что, если власти и нужна такого рода обслуга, то она обойдется двумя, тремя, пятью, ну, десятью активы людей. Вот эти все огромные организации, эти массы поклонников сатриотизмом, твердящие одно, словно Крым наш, конечно, никому не нужны. Эти люди выглядят очень беспомощно, что мне даже, ну, неловко их критиковать. Ну, действительно, мы имеем дело с таким, не знаю, политическим, политическую феру переводить, с таким жалким противником, что мы становимся в роль падающего под толкни, но я тут не считаю, что падающего надо куда-то подсталкивать. Мы имеем дело с действительно разваливающейся конструкцией. Вот, я не помню брежневских времен, и скорее, я не считала, это было в далеком детстве, но мне эта ситуация очень сильно напоминает брежневские времена, такой застой, имитацию какой-то деятельности, клишированное выражение, слова, заявления, вот это все мы видим, и, к сожалению, ситуация с фан-клубом, это все отразилось максимально и очень сконцентрировано. но я еще раз повторю, что плохо, что это коснулось самой уязвимой группы, потому что, да, интеллектуалы и интеллигенция уязвимая группа. Откуда вот эта убежденность в том, что эта конструкция рассыпается? Тут многие спорят. С одной стороны, некоторые с политологов, с кем я иногда беседую, они говорят, да-да-да, все вот уже прям вот-вот все это рухнет, но многие говорят, что нет, это надолго. Откуда у вас ощущение, что это рассыпается? Да, висит отдельных усилий отдельных людей, это совершенно, опять-таки, эстетистская двойственная ситуация. Я могу сказать, что из тех моих знакомых, тоже, кто занимается политикой, политологов, каких-то людей, которые еще несколько лет говорили с уверенностью в кулуарных кругах какие-то свои прогнозы, сейчас в кулуарных кругах говорят, что да, никто не знает, никто не понимает, что происходит. Я думаю, что проблема в том, что у нас слишком огромная страна, у нас очень замедленная страна, огромная территория, в которой, чтобы не происходило, все это может происходить очень долго, но также может развалиться в любой момент. Никто из нас не знает, в какой момент это произойдет. Через три месяца, год, пять лет или десять лет. Но моя уверенность, она складывается из общего опыта и интуитивных соображений. Уверенность, что нельзя изобразить в виде какой-то схемы, рассчитать и показать, почему я уверена, то, что происходит в России, вообще нельзя рассчитать. Но в 99% что именно так и произойдет, никто из нас не знает, когда, но опять-таки от каждого из нас зависит, когда. Но такой соглашательской позиции я не вижу никакого смысла. Говорить, что здесь ничего нельзя исправить, это все равно, что фактически быть под этим национал-патриотом, в плохом смысле, патриотом и евразийцем, который говорит о третьем пути. Это потакать распаду, потакать деградацию, я не считаю это правильным. Я не хочу, чтобы Россия была вычеркнута из общего исторического процесса, что сейчас и происходит. У нас же фактически нет. И, кстати, если бы не отдельные люди, если бы там не та же Алексеевич, то ситуации возможно никто не узнал. Я считаю, что ситуация движется отдельными людьми, ни массами, ни организациями. А когда произойдут чайные изменения, но я здесь не хочу выступать в роли такого гадателя на колоде карт. Я этого не знаю. И я уверена, что честно, этого не знает никто из якобы осведомленных политологов, из обладателей инсайдерской информации. Этого действительно не знает никто. Если бы у нас была страна поменьше, если бы мы жили более как-то быстро, если бы мы жили в современности, это можно бы было вычислить. Тем не менее, почему-то я уверена, что рано или поздно эти изменения произойдут. Ну, или же в стативном случае Россия на 50 лет, а то и 100, а то и больше окажется на периферии мира. К этому ведет вся вот эта путинская имперская политика, милитаристская политика, к этому ведет. Она просто несовременная. Сейчас так не живут. Никто так не живет, только мы. Я вот видел у вас в Фейсбуке рассуждение о том, что Россия в каком-то смысле такое неофеодальное государство. У вас есть какое-то представление о том, как развивается медленное неофеодальное государство? В теории есть. Мы, может быть, действительно живем как феодальное государство, как колония, есть еще такой термин криптоколония, колония без статуса колонии, но это только в теории. Проблема в том, что мы живем в теории, так как на практике не живут. Это теория не работающие. Это теория, которая сделала свои выводы и заключения из прошлого. Прошлого не существует. Россия пытается жить в прошлом. Естественно, где-то в какой-то момент сорвет резьбу. Закрытое пространство не может существовать за счет самого себя. Оно не может существовать вечно. Оно может существовать за счет своих ресурсов. И как в экономике, так будет во всех остальных сферах. Нельзя подпитывать пустое пространство исключительно ресурсами, не выстраивая экономику, как она есть в других странах. И нельзя поддерживать экзистенциальный какой-то фон, метафизический фон, энергетический фон идеологемами из прошлого. Это не работает. Нам вот эти мантры советские считают люди, которые все-таки жили при Советском Союзе. Но нельзя их воспроизводить вечно. Молодые люди этого просто не воспринимают. Не будут воспринимать. Я видел плакаты Алины Митухновской в «Президенты-2018». Вы поэт. Каким образом появляется вообще такая тепа? Мы живем в таком непредсказуемом пространстве. Никто не знает, кто он здесь. Не имея в виду свой социальный статус. Если же говорить о литературе. Во-первых, я бы всегда назвала не поэтом, а писателем, потому что у меня еще достаточно проза. Почему-то поэту просто так прижилось уже, как такое клише. А у нас принято думать, что поэт это такой бессубъектный дурачок, живущий вдохновениями, порывами потом что-то написал и успокоился. Я вообще против такого образа, поэтому осталось от неких имиджа и образа поэта. Ну, хотя бы уж писатель, чтобы меня это не так оскорбляло. Да, я с детства очень хорошо чувствовала слово. Мне казалось, что вот я знаю о нем все, и что словом можно передать все на свете объяснить, что и можно управлять реальностью. Я на таком постом языке говорю, но думаю, чтобы это было всем понятней. И, возможно, сыграло роль лишь, что мы жили в другом мире, в котором литература играла большее значение, и Россия была литературой, центричной страной, и поэтому тоже литература играла и политическое значение, хотя в детстве, конечно, я не могла это понимать, но, видимо, где-то подсознательно это понимала, потому что, да, если ты хочешь влиять на реальность, а метафизика это способ влияния на реальность и политика это самый такой простой и удовлетворимый и быстрый способ влияния метафизики на реальность, то ты думаешь и о политике. И я стала понимать, что в определенные моменты, ну, более 10 лет назад точно, да, что Россию действительно стирают с лица земли, ну, подумайте, что сидишь здесь в центре Москвы или в каком-то другом городе, в какой-то деревне, самый гениальный поэт и пишет гениальные стихи. Но Россия находится в таком статусе, как я употребила термин геополитического пациента, в статусе политического неприкасаемого. И все, что делает этот человек, а он касается таких радикальных метафизических мыслов, не имеет никакого значения. Естественно, мне не то, чтобы обидно, я не готова, чтобы меня стерли к лица земли вместе с этой территорией. Естественно, что я здесь выступаю в первую очередь, на самом деле, конечно, как такой эгоцентрифт. Я за себя и поэтому я за Россию, а не потому, что я какой-то там простейшего рода патриот. Нет, конечно, я не хочу, чтобы все, что делаю я или такой условный гений в деревне или в Москве или где угодно, все это пропало в никуда. А политика России направлена именно на то, чтобы все, что здесь происходило лучшего, было распылено в небытие, но это же так. Представим себе на секунду, что вы станете президентом. Какой будет Россия тогда? Я думаю, что у России будет просто какой-то момент прийти в себя. Я думаю, что в первую очередь я бы занялась тем, но я сейчас буду говорить опять очень просто, у нас есть своя программа и так далее, но я совсем просто. Я бы просто раздала людям счастье, я бы раздала людям деньги, чтобы люди пришли к себе от тех условий, как не человечество, в котором они живут. Я считаю, что люди имеют право на эти деньги, потому что ресурсы, которыми черпает свое величие власти, они же народные ресурсы. То есть деньги действительно надо раздать людям, привести их к себе, а потом уже чем-либо заниматься. Я думаю, что надо заниматься разоружением, я думаю, что надо заниматься вхождением в европейский формат и контекст, и не строить из себя какую-то особую страну. Мы не особая страна, мы нормальная страна. И эти мантры про особый путь, они совершенно вот такие, они придуманы для рабов, они могут выглядеть очень красиво и звучать красиво из двух каких-нибудь традиционалистов. да, я думаю, что лет, более 20 лет России будет надо приходить в себя, просто начинать нормально жить и нормально функционировать в качестве физиологических организмов. При такой жизни, которая есть у обычного человека здесь, вот на деньги, которые он получает, нельзя требовать с обычного человека, очень много претензий к народу, а к интеллигенции. У меня нет никаких претензий, у нас очень крутой народ, к сожалению, долго терпеливый, но ни один интеллигент не выжил бы при тех условиях, при которых живет народ, я в этом уверена. У нас очень сильный народ, ему надо дать время, чтобы он пришел в себя. Когда ругают ельцинские времена и времена демократии, забывают о том, чтобы в эти времена при всех издержках была какая-то свобода слова, не какая-то она была, квартиры, например, были приватизированы именно в это время, и люди обрели собственность в это время, а никакое другое, у людей не было ничего своего, это все им нужно дать обратно, это раз. И, как показала практика, вот практика демократии, для этого нужно не 20 лет, а может быть 50, а может быть и 100. Лет 10 назад вы беседовали с Сорокиным о его книжке, вышедшей как раз тогда, про Причнину новую, и вы обсуждали особую метафизику России, и смотрите, вы сейчас обрисовали свой новый мир России, а тогда еще и Сорокин в каком-то смысле создал свой, как раз тот неофеодальный какой-то образ России в будущем. Как вы считаете, у чего больше шансов-то на свершение? У Сорокинской утопии или у вашего представления? Вы знаете, я вообще не оптимист, я, наверное, пессимист и реалист, но мне кажется, что у моего, потому что Сорокинскую стадию мы уже пережили. То, что происходит, это гораздо более какая-то клиническая ситуация, чем Сорокинщина, и она не может длиться вечно, то есть мы переигрываем сами себя, если мы вернемся в начало к фэн-клубу, я просто не хочу называть конкретные имена, я объяснила, почему конкретные ситуации, не хочу называть, но мне кажется, что всем очевидно, что сейчас сан-клуб переиграл сам себя. Все эти усиления, вся эта цензура, вся эта крымношистская патриотическая позиция, она уже ослабляет саму себя, как никакую аналогию даже можно провести с тем, что что-то мельком я видела в фейсбуке о том, что люди пишут петиции о том, что им надо изменить формат голубого огонька. Нет, ни в коем случае им не надо ничего менять. Во-первых, этот голубой огонек никто не смотрит, а кто его смотрит, это уже, наверное, такие как бы полузомби, но не надо менять, это как раз символ того, что все разрушится. Если люди начинают жить в таком замкнутом пространстве и на него ориентироваться, это пространство пытается обновить само себя, то есть, например, исправить этот самый голубой огонек, это говорит о том, что других методов управления у него нет. Если отдельные писатели редко меняют свои позиции, меняют списки членов, меняют свои предпочтения, взгляды буквально за день, это говорит о слабости государства и системы в общем и целом и ни о чем другом. Чтобы что-то распалось, его надо довести до абсурда, и мы сейчас это и видим, что ситуация обрела как раз размах абсурда превосходящий постмобернистский и сорокинский. Она в общем вполне себе может развалиться без всяких наших усилий. Другое дело, что возможно с усилиями она развалится быстрее, только эти усилия должны быть грамотные, точечные и продуманные. На вопросы Валентина Барышникова отвечала поэт и писатель Алина Витухновская. Программа «Культурный дневник на волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.